Приветствую вас, друзья, и в этом видео мы поговорим об унисоне и голосах синтезаторе ES2. Унисон очень сильная функция в ES2, которая может сделать ваш звук насыщенным и жирным. Если активируете режим унисон, это означает, что мы можем добавлять несколько одновременно звучащих голосов в наш звук, чтобы сделать его более жирным. Количество голосов регулируется в окне «Количество голосов Voices», вот здесь. Вот в этом окошке мы выбираем «Количество голосов», а активируется кнопкой «Voice». Вернее, активируется унисон, вот здесь, около кнопки «Voice» окна. Если выбрать «Моно» или «Легато» режим и выставить, например, восемь голосов, вы услышите, как звук становится более насыщенным и жирным. Давайте поставим, сейчас посмотрим, как у нас звук звучит в «Моно» режиме. И сейчас выставим, например, восемь голосов. Активируем функцию унисон. Сделаем потише. И мы слышим, как звук насыщается, становится более таким плотным. Если в режиме «Моно» или «Гато» вы хотите выставить большее, большое количество голосов, например, максимальное — 32 голоса. Будьте внимательны с тем, что громкость звука сильно увеличится, поэтому понизьте громкость. Как вы сейчас слышали, я сделал на восемь голосов, и то мне пришлось понизить громкость. А с 32 голосами тоже будьте осторожны. В полифоническом режиме значения «Унисон» и «Голоса» имеют такое же значение, что и в предыдущих. Только максимальное значение голосов для полифонического в режиме «Унисон» — 16 голосов. То есть, например, мы ставим в режим «Полифонический». И вот, как видите, у меня сразу... Вот я переставляю на полифонический, у меня сразу здесь перескакивает на 16 голосов. И больше я сделать не могу. Если я уберу режим «Унисон», я могу сделать 32 голоса. Выставить 32 голоса. В режиме же «Унисон» мы можем... В полифоническом режиме, с включенным «Унисоном» мы можем выставить только 16, максимальное количество 16 голосов. Также вы можете быстро получить легендарный звук «Суперсоу». Сейчас я покажу, как это сделать. Для этого давайте поставим полифонический режим. Он у нас сейчас стоит. Активируем кнопку «Унисон». Она у нас активирована. Выставляем количество голосов не меньше 8, от 8 до 16. Я оставлю 16. После чего включим все три осциллятора. На микс треугольники поставим точку посередине, чтобы слышать все три осциллятора. Также на всех трех осцилляторах выставим пилообразные волны. На первом стоит. На втором. И на третьем. Сделаем чуть-чуть погромче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно присматриваетесь к курсам Logic Pro Help и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь все стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединенные общей темой. Если вас интересуют быстрые старты изучения Logic Pro, аранжировка, сведения или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Теперь на двух любых осцилляторах сделаем небольшую расстройку голосов между собой в центах. От минус 12 до плюс 12. Я это сделаю на первом и втором осцилляторе. Например, на первом я поставлю расстройку в минус. Давайте 20, 21, неважно. А на втором осцилляторе мы поставим в плюс. 20, 21, неважно. Вот так вот. Теперь послушаем. Теперь можно сделать звук нашего Super Soul более отчетливым, то есть более плотным за счет модуляции в нашем роутере. Повторим просто для закрепления предыдущие наши уроки и повторим модуляцию, которую мы проходили в предыдущем уроке. Поставим цель Target Pitch всех трех осцилляторов, а Source назначение выставим вторую огибающую. Пока у нас ничего не происходит, но если мы поставим положение модуляции в положительное значение, помните, да, из предыдущих уроков? И теперь отрегулируем вторую огибающую. То есть чуть-чуть добавим немножко вот этой атаки. Подчеркнем атаку. Вот послушайте, как звучало до. Появился вот этот такой щелчок. Но, как слышно, у нас наш Super Soul звучит немножко даже не грязновато, немного пластмассово. Нет вот этого характерного тепла и жира. Все это можно сделать одной ручкой аналог, немножко подмешав вот этого параметра аналог. Теперь послушайте, как звучит наш Super Soul. Давайте увеличим атаку чуть-чуть. Теперь послушайте, как это звучало без параметра аналог. Я сейчас его отключаю. Запомните звучание. Еще раз для сравнения. С параметром аналог. Без него. Это очень отчетливо слышно. Хорошо при игре на одной ноте. Я думаю, все слышат. Вот так вот быстро можно получить такой шикарный, мягкий, насыщенный звук Super Soul в синтезаторе ЕС-2.